МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа. В студии Сергей Прохоров. Добрый вечер. Смотрите в этом выпуске. За кого голосуют белорусы? На тех, кто уже определился со своим выбором буквально через минуту. Кто заплатит за перерасход электроэнергии в подъездах? На каком основании могут отказать в выдаче кредита? И сколько стоит переобуть ребенка к осени? Об этом и не только через несколько минут в экономическом обзоре Наталья Надольская. Большой потенциал и неограниченные возможности. В нашей стране активно развиваются технологии по выращиванию бахчевых культур. О вкусе и аромате белорусских арбузов. В сюжете Ольги Власовец. Удивительные звуки природы. В Беловежской пуще олени начали подавать брачный клич. К реву рогатых лавеласов прислушался и Петр Бутрим. Прозрачно, демократично и активно продолжается досрочное голосование по выборам депутатов в Белорусский парламент. В первый день на участки пришли почти 4% избирателей. Более 5% белорусов проголосовали за рубежом. Такая высокая активность неудивительна. Выбирать есть из кого на 110 мест в парламенте претендуют 488 кандидатов. Конкурс, как в престижный вуз, 4 человека на место. При этом в палату представителей баллотируются самые разные люди. От заместителя министра до кладовщика. Некоторым уже за 70, а кто там совсем недавно отметил 20-летие. Как, а главное, за кого голосуют белорусы в материале Ольги Петрашевской. Буду занят в выходные, поэтому пришел заранее проголосовать. А чем будете заниматься? Заниматься чем? Будем картошку копать. Но до сбора картошки, благодаря Сергею, у одного из кандидатов плюс один к урожаю голосов. Мужчина еще заранее определился с выбором, внимательно изучив, где работают и сколько зарабатывают претенденты на депутатский мандат. Я как человек такой рабочий, поэтому выбирали, чтобы был средний заработок, как говорится. То есть кандидат, я думаю, что он поддержит тогда наш интерес. Я всегда, если есть выбор или врачи, или учителя, то для меня такие престижные профессии, которые нужны. О том, что для нее важно при выборе кандидата, сегодня рассказала и глава ЦИК Лидия Ермошина. Но еще перед тем, как взять бюллетень, председатель Центра сберкома расспросила наблюдателей. А печатывание вчера, ящик для голосования, было вечером, да? Мы наблюдали, проверили сразу. И, сделав свой выбор, профессиональным взглядом оценила объем урны для голосования. Ящик для бюллетеней, конечно, невелик, но такого, по словам Ермошиной, вполне достаточно для небольшого участка. А вот каков кандидатский минимум для нее как избирателя, на это у главы ЦИК целый список критериев. Человек должен что-то представлять в своей жизни, он уже должен чего-то добиться. Либо известности, либо значительного капитала, либо иметь великолепное образование и перспективы на будущее. Такой же вопрос, за что не для галочки проголосуют в пользу того или иного кандидата, мы задавали и на избирательном участке в Гомеле. И, кстати, помещение для досрочного голосования можно было запросто перепутать с колбасным отделом во времена советского дефицита. Дело в том, что на территории участка сразу три общежития. Зато у молодой мамы Александры всего одно требование к кандидату. Для меня самое главное, это, наверное, чтобы он был ближе к народу. Свой голос отдал и тот, кому куда привычнее писать для голосов. Эдуард Ханок наведался на избирательный участок сегодня, потому как в воскресенье отправится на концерт в Новогрудок. Про своего кандидата композитор как по нотам рассказал в музыкальной тональности. Я голосую за повышение жизни населения. Вот это самое главное. И я надеюсь, что все будет, как говорится, в полном порядке. Или, как музыкант говорит, в полном кабзоне. А вот то, что кабзона можно помнить молодым и при этом самой прийти проголосовать на выборах, сегодня продемонстрировала София Даниловна. 93 года мне. К вам могут прийти на адовую? А она сама? Я сама. Мне нравится, надо голосовать. Еще и собачка у нас была, и собачку брали тот раз. Перед голосованием у Софии Даниловны были долгие дискуссии с дочерью. В итоге решили, что семья сделает единый выбор, исходя из важного для них обеих критерия. Профессия, но зарплата это не то. Профессия. Это не самое главное. Да. Деньги не самое главное. Да. Пришли на избирательные участки сегодня и те, у кого в скорости размышления о кандидатах не было спортивного интереса. Олимпийский чемпион, фристайлист Антон Кушнир не крутил фигуры из бюллетеня, зато с удовольствием общался с ребятами, сделавшими свой выбор для фотосессии. А тем временем хоккеист Дмитрий Басков рассказал, каким должен быть кандидат, чтобы его галочка напротив определенной фамилии попала как шайба в ворота точно в цель. Что касается человека, за которого голосовал я сегодня, он знаком уже не понаслышке с государственной политикой нашей страны. И то, что он обещает, я надеюсь, что слова не разойдутся с делом. О своих взглядах на потенциальных народных избранников нам рассказали и слабовидящие избиратели. Для них на всех участках предусмотрены специальные трафареты. И перед тем, как, скажем, Борис зашел в кабину для голосования, ему подробно объяснили, напротив какого квадратика фамилия того или иного кандидата. Важно это не то, сколько он зарабатывает, сколько у него машин. Профессия? Ну, нет, мне кажется, нет. Главное, что если у человека есть желание помогать людям, то он будет помогать. Не важно, кто он. Борник он или министр. Составить достоверный портрет кандидата можно будет лишь после объявления результатов голосования. А вот уже их достоверность буквально скреплена, в том числе и тысячами вот таких пломб на урнах для бюллетеней. Видно, что бюллетень ни в какую сторону, кроме ищейки, не попадет. Но, как говорят, было бы желание. Один избиратель на наших глазах так торопился проголосовать досрочно, что по ошибке едва не отправил бюллетень в урну другого избирательного участка. Та ситуация, когда кроме пломб очень пригодилась и хорошая реакция. Ольга Петрашевская, Юлия Селепицкая, Веста Ёрш, Александр Добриян и Евгений Пустовой. Телекомпания СТВ. Борьба с терроризмом, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков. Эти вопросы обсудили генеральные прокуроры стран СНГ. В Минске прошло заседание координационного совета. На этот раз здесь были представлены делегации из девяти государств. Они не только делились опытом, но и вырабатывали общие подходы в борьбе с преступлениями. Переоценить сегодня трудно результаты нашей работы. На мой взгляд, великолепно все было организовано. Хорошее принято решение в целом. Я поблагодарю Санна Владимировича за консультивную работу. Лейтмотив нынешней встречи – борьба с экономическими преступлениями. К слову, только с начала года. Генпрокуратура вернула в Беларусь 50 миллионов долларов дебюторской задолженности. Это результат в том числе слаженной работы координационного совета. Сегодня в Минске также было принято заявление к 70-летию Международного военного трибунала в Нюрнберге. Оно призывает не искажать результаты Великой Отечественной войны. Приветствие участникам встречи направил президент Беларуси Александр Лукашенко. К событиям в мире. Великую Британскую стену собираются построить во французском Кале. Это самый близкий к Туманному Альбиону населенный пункт континентальной Европы. Сооружение высотой в 4 метра и длиной в 1,5 километра должно защитить Соединенное Королевство от наплыва мигрантов. Так считает официальный Лондон. Постройка этой стены обойдется в почти 3 миллиона евро. Возьмут сумму из кошельков британских налогоплательщиков. Впрочем, последний от этого не в восторге. И дело тут не только в деньгах. В Кале подданные британской короны любят ездить на выходные и за покупками. Стена же закроет автомагистраль, ведущую к причалам. Откуда осуществляется паромное сообщение между Пятой Республикой и Островным Королевством. А это означает, что британцам про французский сырое вино вскоре придется забыть. Мощные дожди и ураганные ветры обрушились на Грецию. Жертвами стихии уже стали три человека. Десятки пропали без вести. Основной удар стихии пришелся на западные районы Лады. В некоторых местах вода поднялась на два метра. Под воду ушли целые деревни и фермы. Ветер позаботился и об электричестве. Шторм снес линии электропередачи. Это вывело из строя многие светофоры. Однако навряд ли эту потерю автолюбители заметили. Дороги превратились в полноводные реки. Машины стоят по крыше в воде. Специалисты делают все возможное, чтобы устранить последствия стихии. Однако дожди и ветер еще несколько дней не уйдут из Греции. Белорусы стали чаще обращаться в Нацбанк, чтобы узнать причины отказа в выдаче кредита. Как оказалось, коммерческие банки зачастую прикрывались некими списками, которые якобы составляет национальный финансовый регулятор. Существует ли такой черный список, узнаем у нашего экономического обозревателя Натальи Бнадольской. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Перечня лиц, которым запрещено выдавать кредиты, не существует. С таким заявлением сегодня выступил Национальный банк страны и рекомендовал коммерческим банкам более детально объяснять причины отказа в выдаче кредита. До сих пор финансисты ссылались на якобы существующий реестр Нацбанка. Очень часто представители банка говорят о том, что Национальный банк запретил выдать кредит. Естественно, это не так. Национальный банк только предоставляет кредитный отчет, а решение выдать кредит или не выдать, коммерческий банк принимает самостоятельно. Напомню, в кредитной истории граждан содержатся сведения о его долгах, платежах, просрочках. А вот рекомендаций о том, выдавать ли конкретному гражданину кредит или нет, досье не содержит. Кто заплатит за свет в подъезде? Треть столичных многоэтажек перерасходует электроэнергию в местах общего пользования. А значит, не вкладывается в установленный тариф – 39 копеек в месяц с одного проживающего. И это несмотря на то, что во всех домах установлены светодиодные светильники с датчиками движения. Очевидно, что жильцы домов-должников не заботятся об экономии. А вот кто оплатит перерасход, разбираться будут индивидуально по каждому дому. Спрос на детскую обувь в крупных универмагах города вырос. Начало учебного года позади, а вот осень впереди. Резиновые сапоги, ботинки, спортивная обувь. Цены колеблются в зависимости от производителя – от 32 до 170 рублей за пару. Туфли на мальчика обойдутся от 45 до 62 рублей. На некоторые модели скидки рублей на 12-15. Туфли для девочки – от 31 до 60 рублей. Модели из искусственной кожи стоят в районе 50 рублей, что очень сбивает с толку, потому что натуральные туфли можно найти и за 36 рублей. Золотовалютные резервы страны за месяц выросли на 82 миллиона долларов благодаря поступлению средств от продажи валютных облигаций Минфина, экспортных пошлин на нефть, а также покупки иностранной валюты на бирже. Белорусы в августе продали рекордный в этом году объем валюты наличными – 670 миллионов долларов. Это на 16% больше, чем в июле. Белорусский рубль сегодня укрепился к доллару, но снизился к евро и российскому рублю. По итогам торгов курс доллара снизился до рубля 95 копеек, курс евро вырос незначительно сегодня – 2,19. Российский рубль прибавил незначительно и стал стоить 3 рубля 2 копейки за сотню российских. Таковы основные деловые новости среды. Мы держим руку на пульсе экономики. Сергей? Спасибо. Это был обзор экономических новостей от Натальи Надольской. Ровно 5 лет прошло со дня крупной катастрофы под Ярославлем. Тогда при крушении Як-42 погибли более 40 человек, в том числе практически весь основной состав Ярославской хоккейной команды «Локомотив». Уцелеть удалось лишь одному члену экипажа. В числе погибших три белоруса – хоккеисты Руслан Салей и Сергей Стопчук, а также тренер по физподготовке Николай Кривоносов. Спортсменов сегодня помнят и коллеги-болельщики. Руслан Салей – без преувеличений хоккеист-легенда, заслуженный мастер спорта, воспитанник Минской хоккейной школы «Юность», участник Олимпийских игр и чемпионатов мира. Уже на следующий день после трагедии было объявлено об учреждении ежегодного турнира памяти. А с 2013 года Кубок страны по хоккею переименован в Кубок Руслана Салея. То, что проходит Кубок Руслана, мне кажется, это важная и большая вещь и для спорта, и для памяти, и для хоккея. И вообще, чтобы оценивать то, что человек сделал за свою, к сожалению, короткую жизнь на этом свете. Для меня, прежде всего, Руслан – это, конечно же, друг, которого нет рядом. Боль для болельщиков, ведь мы потеряли капитана, хорошего игрока. Я хорошо помню тот день, когда случилась трагедия. Я лично был знаком не только с Русланом Салеем, но в той авиакатастрофе погиб еще и Николай Кривоносов. Руслан Салей был похоронен 10 сентября в белорусской столице. На почетной аллее московского кладбища, на могиле знаменитого хоккейного защитника и сегодня – цветы и лампады. Близкие и родные, друзья и знакомые пришли почтить память легендарного спортсмена. Успешный пример – экспресс-гасификации. Еще один населенный пункт в Беларуси с этого дня с голубым топливом. Его провели в агрогородок Борздовка Оршанского района. Проделать масштабную работу удалось в рекордно короткие сроки. ГАЗ пришел сюда не за четыре, как планировалось, а всего за месяц. Его подведут ко всем специальным объектам населенного пункта. Местное хозяйство теперь даже планирует строительство зерносушильного комплекса. Так быстро удалось это сделать только потому, что, во-первых, мы этот объект строили хозспособом, то есть собственными силами, с привлечением всех наших филиалов. И за счет этого удалось нам сэкономить порядка четырех миллиардов еще не динаминированных рублей. Эстафета газового факела скоро перейдет к агрогородкам Лепельского и Чашникского районов. Таким образом, доступ к голубому топливу получат не менее полутысячи жителей северного региона. В целом же в стране газифицированы все 118 районов. Нет проблем, чтобы баллон заказать, когда провезут, а всегда в уровне газ и меньшая стоимость оплата выгодна. Баллон, дрова, брикет. Так и живем пока. Ждем два раза в неделю газ, вторую пятницу баллону. А так уже будет включил и газ на месте. Не надо будет заботиться о топливе. Это раз. Не надо будет заботиться о горячей воде. Это два. И цивилизация, как не хочешь, намного легче будет. В Беларуси вывели первый собственный сорт арбузов. Отечественная полосатая ягода отличается рядом преимуществ. По вкусу и качеству она даст фору зарубежным аналогам. И уже скоро ее можно будет купить на рынках и в магазинах. В нашей стране для арбузов вполне подходящий климат. Поэтому ежегодно объемы производства бахчевых планируют только наращивать. О вкусе и аромате белорусских арбузов в сюжете Ольги Волосовец. О-хо-хо, глядите, вот арбуз. 15 килограмм. Вот и не надо далеко ходить. Звук отдает. И такой не сильно резкий, а чуть-чуть затухающий. Это полная спелость. Владимир Александрович разводит полосатую ягоду вот уже 8 лет. И с уверенностью заявляет, что в Синеоке для бахчевых есть все условия. Горячее солнце и плодородная почва. И выращивать арбузы ничуть не сложнее, чем такой привычный для нас огурец. Всего хватает. Всего. Даже температуры. В прошлом году было 3000 суммы активных температур, которые надо для произрастания культуры. Знакомьтесь, это муфтик. Первый белорусский арбуз. Отечественная ягода чем-то напоминает дыню и имеет европейское происхождение. Мама из Голландии, папа француз. Выведенная на просторах Синеок и Красная ягода объединила в себе все лучшие черты именитых родителей. Белорусу преимущество в том, что он будет лежать при хранении, потому что у него твердая кожура. А мякоть по сахаристости примерно 9%. Это все остальные зарубежные сорта, они уступают. Планируется, что на прилавках, магазинах отечественная ягода появится уже через два года. Пока же выращиваем из привезенных семян. Если еще недавно белорусский арбуз был экзотикой, то сегодня эту бахчевую культуру выращивают по всей стране. На одной плите может быть до 9 ягод, а вес этих полосатых красавцев порой достигает 18 килограммов. Отечественный арбуз имеет отменное качество и ряд преимуществ перед заморским продуктом. Наша ягода без нитратов и пестицидов, не требует длительной транспортировки и сразу с поля попадает на стол. К тому же производство бахчевых весьма выгодное занятие. Уровень рентабельности 140 до 200 процентов. Эта культура экономически выгодна и в Белоруссии, и надо выращивать, и в нашей почве они подходят к этому. Потому что у нас легкие почвы, которые занимают где-то 80 с чем-то процентов, супесчаные, легко суглинистые, высоко обеспеченные кислородом. В этом году Бульбаши на своих полях планируют собрать свыше 500 тонн полосатого золота. И с каждым годом производство бахчевых планируют только наращивать. 40 гектар под данной культурой. Задача ставится нарастить до 600 гектар. В целом каждая область, чтобы имела по 100 гектар бахчевых культур. Чтобы их нарастить, нужны технологии, нужна техника. В первую очередь мы хотели бы обеспечить себя, конечно, при урожайности, при валовом сборе, будут и экспортные поставки. И вполне возможно, что в течение ближайших лет плод с сочной мякотью будут собирать не только фермеры, но и обычные дачники. А отечественный кавун станет таким же белорусским брендом из стратегической культуры, как, например, картошка. Ольга Власовец, Алексей Юнош, телекомпания СТВ. Мода на бейсбол. В Скиделе появились поклонники этого редкого для Беларуси вида спорта. Команда состоит из рабочих сахарного завода. Приобщаются к занятиям и дети. Учитывая то, что бейсбол включили в список олимпийских видов спорта, игроки надеются поучаствовать в играх четырехлетия 2020 года в Токио. Тему продолжит Галина Буро. Фирменный удар Александра Гурина впечатлил не только нашу съемочную группу, но и судей чемпионата Европы. Тогда, в Австрии, он был назван третьим по статистике игроком. Попробовал и уже не смог остановиться. Так, в двух словах можно описать путь Александра в бейсбол. Это было 10 лет назад. Сегодня молодой человек работает на заводе, а здесь, на поле, он игрок высшей лиги. Игра очень увлекательная. Развивает не только физическую подготовку, но и умственную. Вот. То есть тут играть нужно с головой. История бейсбола в Скиделе началась 14 лет назад. Из частной инициативы выросла до серьезного клуба. Все на энтузиазме. Зарплату игроки не получают. Тренируются на скромном поле, которое обустроили общими усилиями. А результат чемпионы Беларуси есть в копилке и Кубок Европы. Три года подряд из трех лет мы ездим на Кубок президента Польши на детский турнир. Где участвуют минимум 12 команд. Совсюду. И Россия, и Европа вся. Мы два раза выиграли этот кубок. Мы привезли два хрустальных кубка. У нас в стране, наверное, все-таки мало кто про него знает. Так уже слышали, но мало кто знает правила. Но я думаю, в будущее все-таки не за горами. Скиделе увлечение бейсболом набрало серьезные обороты. Из трех школ здесь, пожалуй, нет ни одного класса без приверженцев этой игры. Быть хулиганом уже не модно. На повестке дня красивый спорт и далеко идущие мечты. У меня мечта, чтобы я был спортсменом. Пока я не выросла. Буду ходить и ходить. Но основная мечта ребят оформилась совсем недавно. После новости о том, что бейсбол вошел в программу Олимпийских игр 2020 года. Хотелось бы поучаствовать, побывать на Олимпийских играх. Это, наверное, мечта у каждого спортсмена. Сегодня уже есть все шансы, что бейсбол войдет в школьную программу. И кто знает, возможно, мечта этих ребят об Олимпийских играх когда-нибудь приобретет реальное очертание. Круглая 999-й пробы. Галина Бурон, Анатолий Бояринцев, телекомпания СТВ, Гродненская область. В Беларуевской пуще начался гон оленей. С этого времени и до середины октября в Национальном парке можно услышать брачный клич этих благородных животных. Хриплый, протяжный, низкий звук разносится на несколько километров. Причем голос каждого оленя звучит по-разному. Мой коллега Петр Бутрим слушал песни природы. К таким, на первый взгляд, удивительным звукам жители, прилегающие к заповеднику деревень, уже давно привыкли. В сентябре здесь стоят не с петухами, а с оленями. Под них и ложатся спать. Как они ходят и ревут, то я слышу каждого года. Они, думаю, под хату даже подходят. Вот, в таком состоянии находишься, словно где-то находишься в первобытном общинном строе или в каком-то мире тиком. Вот, такой голос, рвущий сердце, так сказать. Так называемый гон оленя длится почти два месяца. В эти дни рогатый артист своим вокалом дает понять, кто же в доме хозяин. По реву можно даже определить, насколько серьезны намерения жениха. Своими трубными звуками дают знаки соперникам, что эта территория занята, и самки принадлежат этому оленю. Но соперник с таким положением дел далеко не всегда согласен. Тогда драки не миновать. И все бы ничего, только бой за сердца возлюбленных может закончиться трагически. И такие случаи здесь не редкость. Сцепились два оленя во время боя. И один, к сожалению, убил другого. Пробил ему череп рогом. И сам не мог освободиться. Еще одна беда оленя – волки. В конце брачного периода животное физически истощено и может стать легкой добычей. Кстати, ее хищник находит тоже на слух. Их рев слышен очень легко. В хорошую, в тихую погоду, за 2-3 километра, можно услышать тревущего оленя. Поэтому они часто становятся в этот период и жертвами волков. Несмотря на это, львиная доля оленей благодаря таким законам природы находит не смерть в бою, а свою вторую половинку. Недаром общее количество представителей этого вида в пуще не уменьшается. Порядка двух тысяч особей. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. И на этом у меня пока все. Больше новостей найдете по адресу в интернете. ctv.byline. Репортажи, эфирное видео, всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Итоги среды подведем в 22.30. В студии работал Сергей Прохоров. До встречи в эфире.